Все, что я раньше опубликовал, это чистая правда. Там ничего нет. Слава Грядяеву, он существовал, но его нет, он повесился, это известно. То, что таксисты избили, он в справке есть в больнице, он лежал в реанимации, это правда. А то, что он себя беспутный образ жизни вел, это тоже правда. Сяусман знает об этом. Даже если вы мне присудите, люди никто не поверят в этом суду. Это лишний раз просто подрывает авторитет власти. Настолько он опостылил. Его если вот сейчас выбрать, никто его никуда не выберет. За него никто голосовать не будет, даже тех, кто с ним ходил раньше. Мне вот, просто я думаю, думаю. Всю жизнь честно отработал, нигде ни одного замечания не было. В 12 лет я на поле работал, в Кировском совхозе, от школы. 12 лет мне было. Они проходили полгрядки, а мама научила, она труду только учила. Я проходил полную грядку и начинал помогать остальным самым отстаившимся. И меня заметили. И в Москву возили вместе с другими 10 человек с каждой школы. С двух школ по 10 человек, 20 человек на открытой машине. Измайловский парк, детский городок, неделю там жили, до сих пор помню. И не комсомолец, они говорят, он же не пенионер, никто, а вот мама не разрешала вступать. А я все равно вот там был. Мама до 7 лет научила исполнять все заповеди. Не убей, не украй, ложный не говори, не прелюбодействуй, не уже свидетельствуй. Не желай другому ничего себе не желаешь. Не суди и не будешь судим. Я только последнюю заповедь нарушил. Судил. Потому что нельзя не судить. Человека искалечили. Я пришел к нему домой. Он из дома боится выходить, трясется. Два офицера дежурили в уголовном доме, чтобы его никто там не запугал и больше. Он загнан в угол был. Я не мог. Мама учила. Заступить за слабого, беззащитного. По-другому жить нельзя. Иначе мы все просто превратимся в полную ложь. И я заступился за него. Кто-то должен заступиться за слабого. Иначе он просто загнанный. Его сестра лежит. Это больная. Она от рождения больная. И пенсию 6 тысяч платит. Мать даже за хлебом ведет. Соседку просит, чтобы она с ней посидела. И такого человека били. Калечили. Где же правда? Она же должна быть, правда эта. Нет на земле ничего тайного, чтобы не стало явным. Сейчас вы меня, если даже осудите, сделайте, что. Хотите. Я все равно не откажусь от своих слов. Я честно отработал. И пенсию заслужил, чтобы я на нее хоть как-то жил. Хотя на нее уже сложно жить. На эту пенсию. 9, когда получал, сразу назначили. У меня мог сандали купить. Ботинки купить. А на эти деньги, они уже сейчас закончились. У меня их нет. Получил в прошлом месяце. Уже нет их. Один только продукты. Ну, лекарства. Вот, болел неделю. Нет на земле ничего тайного, чтобы не стало явным. И тот, кто верует. Если бы были все люди верующие, вот как я сказал в заповеди. Нет. Нет. А сейчас все разрешили. Сейчас вокруг Кремля молодежь, вот эти мажоры, такие как Макин. Они могут что угодно делать. Им все дозволено. Все можно. Свобода же у нас. Не может такой быть свободы. Я, может быть, не так сказал. Может быть, что-то я не так... Ну, в одном я убежден. Мама всегда учила. Только добру. И сейчас вот в автобусе, где бы я не встретил ребенка, или с детем, или с матерью, с кем он идет там, я им говорю, учите только добру. Злу всегда научат улица. Только добру. И с этим я остановлюсь. Простите меня. Делайте, что хотите. Ваше право.